Проводить мероприятия на Красной площади и вешать наверх название «Одна страна, один народ». Вообще, кто-то думал, что это прямой лозунг фашистской Германии? «Один фюрер, один народ, одна страна». Основатель группы земляне, да, это та самая советская группа, которая пела песню «И снится нам не рок от космодрома». Так вот, основатель группы земляне Владимир Киселев, который является давним близким другом Владимира Путина, а по некоторым данным даже кумам Путина, так вот он внезапно признал, что у власти в России находятся нацисты, которые во всем копируют стилистику и лозунги Третьего рейха. Владимир Киселев вообще-то еще с 2014 года сам открыто поддерживает военное вторжение в Украину. Он неоднократно приезжал на оккупированной территории Украины, чтобы поддержать российскую армию. «Моя жена, мои дети, мы участвовали во всех событиях крымской весны, и мы даже умудрились выступить на площадях Херсони. Понимаете, что это такое? И это уже как бы публичный факт, что нас пытались атаковать ракетами». Однако, несмотря на то, что Киселев полностью поддерживает агрессию против Украины, в своем свежем интервью он прямо признает, что Кремль копирует нацистскую Германию и использует в своей риторике лозунги Гитлера. В качестве примера Владимир Киселев привел недавний концерт на Красной площади в Москве, где использовался лозунг «Одна страна, один народ», который по сути в точности является копией известного лозунга Третьего рейха «Один рейх, один народ, один фюрер». «Все эти башни, как называется, башни Кремля, которые между собой, деребание, говоря нашим музыкальным языком, право руководить, привели к тому, что мы видим, что происходит сегодня, даже в недавней памяти концерт на Красной площади. Я, например, считаю, что это просто пятая колонна, потому что проводить мероприятия на Красной площади и решать наверх название «Одна страна, один народ». Мы же понимаем вообще, с чем это хорошо, что вовремя удержали нашего верховного главнокомандующая, который не прибыл на это. Вообще кто-то думал, что это прямой лозунг фашистской Германии «Один фюрер, один народ, одна страна». Кто-то об этом думал. Тот неловкий момент, когда напали на Украину под предлогом деноцификации, но тут внезапно выяснилось, что вообще-то деноцификацию нужно проводить в самой России. От Кремля настолько явно веет нацизмом. Сходства с гитлеровской Германией настолько очевидны, что их не могут игнорировать даже друзья Путина. Даже российские патриоты признают, что да, путинская Россия копирует Третий Рейх. Особенно мне понравилось, как он так говорит, мол, хорошо, что Путина там на сцене не было. Типа, Путин ничего не знал, он уж точно там ни при чем. А все это устроили какие-то вражеские агенты в Кремле. Хорошо, что вовремя удержали нашего верховного главнокомандующая, который не прибыл на это. Ну, раз Путина на сцене не было, теперь-то уж точно никто не догадается, что он во всем Гитлера копирует. Опять всех переиграл. Кроме того, Владимир Киселев прямо признал, что массовку на все вот эти патриотические концерты в поддержку войны с Украиной сгоняют за деньги ради пропагандистской картинки. И добровольно люди на такие сборища не ходят даже в России. Ничего другого не находят, как за деньги сгонять этих бедолаг со всех районов Москвы и Подмосковья. При этом, что самое дикое, нашли форму оплачивать им прибытие. И немаловажный момент, выдавать деньги только после окончания мероприятия с гарантией, что люди отстояли эти три часа. Зачастую, глядя на сцене, далеко не тех артистов, которые являются для них привлекательными. Дальше Киселев накинулся на самого главного российского певца войны, шамана. Он назвал шамана бездарным артистом, который сам по себе никому не интересен, и на концерты которого людей приводят либо за деньги, либо сгоняют при помощи админресурса. Получается, что эти звезды не могут собрать даже концертный зал на больших мероприятиях, а всем скопом не могут собрать Красную площадь. Когда главную патриотов они устраивают этого парня-шамана, лишний раз признаваясь в своей беспомощности, потому что, насколько я знаю судьбу этого артиста, он там 10-15 лет шастал по задворкам, они этого шамана как чушку таскают, как цирк-шапито по всем мероприятиям. И что самое для меня чудовищное, что за это на днях городах и на днях этих мероприятий они платят безумные деньги. А вот украинские звезды эстрады Владимир Киселев наоборот похвалил. Он заявил, что они гораздо честнее и патриотичнее российских, потому что не стесняются поддерживать свою страну и свою армию. Украинская контрпропаганда это не только Украина, это огромные западные деньги, которые индустрия встала на сторону украинской государственности. И что немаловажно, они нас обыгрывают, потому что, к великому сожалению, к великому сожалению, украинские артисты все эти года финансировали ВСУ, украинские артисты сдавали деньги на АТО. Когда я говорил прекратить давать возможность такому большому количеству украинских артистов быть в России, я ведь еще, кроме всего прочего, говорил это потому, что я знал, что они сдают деньги на АТО, а многие из них пошли на фронт. На самом деле ничего удивительного в этом нет. Ведь Украина ведет справедливую оборонительную войну, в которой поддерживать свою армию не только не стыдно, но необходимо просто. Потому что, ну, если ты не будешь поддерживать, тебя просто уничтожат. Если ты не хочешь, чтобы с твоим городом случилось то же, что случилось с Мариуполем, с Бахмутом, ты будешь, конечно же, поддерживать свою армию, чтобы она просто не пустила дальше в страну людей, которые стирают с лица земли украинские города. А вот Россия ведет войну совсем другую. Россия ведет преступную захватническую войну. Она без объявления войны напала на соседнюю страну, чтобы захватить часть ее территории. Это уже совершенно открыто. Это уже всем понятно. И в такой войне поддерживать то, что происходит, ну, могут только какие-то либо моральные уроды, ну, либо действительно какие-то сторонники нацизма. Ведь мы видим, что сами же российские патриоты сами, да, признают, что да, очень большое сходство у России с гитлеровской Германией. Одни и те же лозунги, один и тот же стиль. То есть Россия все больше и больше действительно копирует Третьи Рейхи. Это их слова, да, это их слова. И понятно, почему, например, российские артисты такое стесняются поддерживать. Ну, по крайней мере, да, большинство адекватных российских артистов открыто в поддержку этой войны с Украиной не выступают, потому что они понимают, в кого они превратятся, если они будут это поддерживать. И опять же, повторюсь, да, это не какие-то ярлыки, которые мы из Украины навешиваем. Это не то, что там ЦИПСО, да, пропаганда, какие-то выдумки. Вот, российские патриоты прямым текстом говорят об этом. Они понимают, что сходство между Россией и гитлеровской Германией очевидно. В России реально все признаки нацизма. Это уже невозможно просто игнорировать. Даже вот такие самые горячие патриоты, просто вот путинисты, да, как вот этот Владимир Киселев, и они уже вынуждены это признавать, потому что не замечать этого просто невозможно. То есть это точно не нам деноцификация нужна. Пусть на себя посмотрят в зеркало, найдут бревно в своем глазу и позаботятся о том, как бы себя деноцифицировать. Очень важно, чтобы эта информация сейчас получила как можно больше охват. Это очень важное признание, очень важное свидетельство. Поэтому оставьте комментарий или лайк к этому видео, так оно больше получит охват, больше людей его увидят. И подпишитесь на канал. Это тоже очень важно.